Добрый день, друзья! Сейчас я вам немного расскажу о работе с Node.js под Windows. Для старта нам необходима сама нода. Мы ее скачаем, установим. Весит она 6 мегабайт. Каждый может себе это позволить. Она сама прописывается в нужных ей местах и нет необходимости делать что-либо еще. Никаких Apache и ничего более нам не потребуется. Она самодостаточна и больше нам для работы ноды ничего не потребуется. Давайте создадим какой-нибудь простой проект. какой-нибудь простой javascript файл. Это будет server.js. Давайте сделаем обычный вывод в консоль. Сохраняем. Чтобы запустить, нам нужно в командной строке выполнить через ноду наш файл. Делается таким образом. Запускаем. Проверяем. Работает. Вывод прошел. То, что мы написали, то нам и вывелось. Это хорошо. Но для удобной работы с кодом, чтобы не возиться с консолью, запускать, перекомпилировать, лучше все-таки использовать PHPStorm. Давайте откроем проект в нем. В принципе, для работы с кодом этого будет достаточно. Но нам необходимо запускать, отлаживать, останавливать наш процесс. Поэтому нам потребуется дополнительно еще один плагин. Он скачивается из стандартного репозитория и он позволит нам сделать много. быстро скачивается, быстро ставится. Больше нам ничего не потребуется. Нажмем Apple и перезапускаем штору. Теперь у нас появилась вот такая волшебная кнопочка, которая превращает любой JavaScript проект в Node.js проект. Но для запуска этого мало. Нажимаем на нее, превращаем проект. Если у вас не загрузилось сорцы для ноды, то здесь необходимо будет их сделать. Хорошо. Теперь для запуска. Для запуска нам нужно сконфигурировать новый профиль. Делаем его из ноды. Называем его нода. В принципе, в принципе, все. Выбираем входящий, исполняемый файл или индексный файл. Это наш сервер JS. Он у нас один. Нажимаем Apple. Теперь появляется команда run. Нажимаем run. Вводится единичка, как мы и хотели. Но охота что-то посерьезнее. Давайте какой-нибудь сервер сделаем. Сделаем какой-нибудь сервер. И он у нас должен быть здесь. Это очень простой сервер. Что он делает? Подключаем необходимую библиотеку HTTP. Входящий параметр request. Это будет наш все, что входит. И response все, что выходит из нас. Соответственно, в request мы можем получить нужные нам header, параметры, body запроса и прочие необходимости. Вписываем в ответ заголовок наш и hello world. Ну, отлично. И все это вешаем на 1337 порт localhost. В принципе, это достаточно для работы. Соответственно, все, любые входящие сообщения будут получать наш hello world. Отлично. Давайте запустим это. Сервер запущен. Давайте проверим. Hello world. Действительно. Мы получили нужный нам ответ. Нужный нам ответ. Теперь прошу заметить небольшую деталь. Если мы запустим еще один процесс. А это будет действительно еще один процесс. Потому что старое останется работать. И работать успешно. То новый наш проект скажет, что ошибка, мой друг. Мы не можем слушать еще один порт. Мы не сможем слушать тот же самый порт. Потому что он уже кем-то оккупирован. Поэтому нужно следить за тем, чтобы у вас был всегда один рабочий процесс. Чтобы сделать, прибить старый и запустить новый, есть вот такая кнопочка, которая делает это проще. Каждый раз перезапускает проект. Отлично. Все работает. Давайте попробуем использовать модуль экспресс. Он значительно облегчает разработку веб-приложений. И позволяет легче работать с HTTP запросами и роутить их. Устанавливается он из NPM модуля. Ноды. Очень популярный. Пакет. По их заверениям он устанавливается таким образом. Давайте проверим это. Проверим это. И установим его. Устанавливается он очень быстро и очень просто. Ничего больше от вас не потребуется. Кроме как набрать эти три слова. Хорошо. Нам говорят, что он уже установился. Давайте проверим это. Давайте запустим просто в example. Хорошо. Теперь он уже подключает свою библиотеку Express. И роутит все индексные запросы в данную функцию. А наша функция отправляет HelloWorld. Хорошо. И случает все это дело трехтысячный порт. Давайте перезапустим наш сервер и посмотрим, что получилось. Хорошо. Мы получили новый HelloWorld. Он немного другой. Наверное, заголовки разные. Давайте добавим еще один. Road. Попробуем. Action. Action. Если вы сразу пытаетесь проверить, конечно, вы получите Knot get action. Это уже возвращает модуль Express. Наш старый сервер первый. Он бы ничего не вернул. Нам необходимо перезапустить это дело. Перезапускаем. Проверяем. Отлично. Все работает. В принципе, для работы, для начала этого будет достаточно. Для того, чтобы написать кое-какие приложения с возврат. Нода. Если мы хорошенько посмотрим модуль, здесь очень много всего представлено. Для работы с базами данных. Для обработки различных стримовых приложений. сокета, обработки запросов, базы данных. В принципе, здесь все есть. Но и сама нода представляет очень широкие возможности. Она очень гибкая. Здесь вы не сможете, вернее, здесь очень тяжело будет сделать какое-то весомое приложение подобное, Zen Framework. Но это не для этого. На этом пока все. Спасибо, друзья. Желаю успешных разработок. Если будут какие-либо вопросы, предложения, пожелания, оставляйте комментарии, пишите письма. Всем спасибо. До свидания.